Шалом! Здравствуйте, друзья! Наш урок из общего цикла «Еврейское поведение» называется «Еврейские качества». Такой у нас мини-цикл, 33-й урок, называется «Вопрос Равину». Важная вещь, мне кажется, важная вещь, в которой мы немного слабы, так скажем. Недельный раздел «Ваишлах» в книге «Берешит» 34-я глава, 25-й стих. Написано «Взяли два сына Якова, Шимон и Леви, свои мечи и напали на город». Город Шхем был. Был уничтожен город Шхем. Прибыл Яков со всей своей семьей под город Шхем. Это в центре или чуть севернее Русалима, Шомрон называется, Самария. И остановились они под городом Шхем. И с ними каким-то образом они общались, у них были экономические отношения, да, торговали. Они взяли, говорят, написано, что они арендовали, евреи, наши прадцы, арендовали место под Механе, лагерь, где они остановились и жили там в шатрах. Вот как сейчас живут бедуины в шатрах, так же и мы жили, не было высотных домов. И там жили кананские люди, и с ними нужно было «Уховостро» называется. Несмотря на то, что они были очень хорошие, культурные, замечательные, и евреи были терпимыми, но всё равно нужно было держать себя немножко на расстоянии, потому что кананские народы, как и все народы того времени, кроме евреев, да и многие народы нынешнего времени просто сплошные бандиты. И поэтому было сделано предупреждение, чтобы лишним образом с ними не общались, почему? Потому что они все бандиты. Но вышло Лея посмотреть на этот город, город симматичный, красивый, торговый. Там было ещё ничего не обустроено, говорят, Яков как раз им дал совет, как обустроить рынок. Рынок – это постоянно действующий базар, да? И сделать охрану для города, навести там канализацию, провести арыки хотя бы простые. И вот после того, как всё это было сделано, город украсился, и наша праматерь Лея, дочь Лея Дина, дочь Леи, она пошла посмотреть, наверное, в сопровождении слуг своих на тот красивый город, который был на самом деле красивый, как Прага в современном мире. Почему? Потому что Прага красивая. Но повторяю, в Праге, то есть, вернее, там в шхеме одни бандиты. Своих дочек то не отпускайте. Она вышла, её украли, изнасиловали. И получилось то, что вообще делается обычно вот в этом нееврейском мире в те времена. Так или иначе, расстроились все, Яков тоже. А братья Леи, сыновья, братья Дины, сыновья Леи, они были много. Там было и Лея, и Рахель, и ещё две жены. Было много братьев. Но особенно эти расстроились. И решили подождать, когда придут все остальные. Но братья Леи, которых звали Шимон и Леви, братья Дины, Шимон и Леви, написано, взяли свои мечи и пошли в город. И всех поубивали. Поубивали они всех, вечером вернулись. Все остальные разговоры всякие разговаривали. И Яков расстроился очень, сказал, что теперь вы противопоставили наш еврейский мир против всего остального мира, будут нам мстить канонцы. Ну, называется весь мир. И потом будут ещё в течение трёх тысяч лет писать нам, вот какие вы евреи, что вы сделали в схеме. Ну, вас просили это сделать. Он ни разу не сказал, что не надо было их убивать. Понятно, что этих бандитов надо убивать. Каждый раз, когда делаются бандитские дела, и если это законы беззакония, все остальные молчат, много о чём можно говорить. И на эту тему мы уже говорили много уроков. Так или иначе, не были прокляты ни Шимон, ни Леви. Но проклятие всё равно не получили. На что они получили проклятие? На своё необоснованное действие. Вот надо было дождаться братьев, посоветоваться, и после этого с холодной головой, чистыми руками, да, как всегда обычно говорится, мы что-нибудь сделали, навели бы порядок. На что братья могли спросить, ну и какой порядок мы бы навели? Не убивали бы мы их, да? Скали бы «ну-ну-ну». Но это сослагательное наклонение в истории, в еврейской истории тоже не работает. Так или иначе, срочно оттуда евреи ушли. Но отсюда мы учим и читаем очень много интересного и полезного для нас с вами. Ну, кроме того, что это был бандитский город. Ираши написал, почему здесь написано «два сына Якова». Взяли два сына Якова, Шимон и Леви? Понятно, что? И взяли сыновья Якова, Шимон и Леви, сын Мичи, и пошли на город. Написано «два сына». Отмечено, что они были сыновьями Якова, но тем не менее, повеление, как прочие люди. Не как сыновья Якова. То есть, у них еще была одна характеристика. Два сына Якова, да еще и повелись они, как сыновья Якова, именно, не посоветовались с отцом. Он сегодня не сказал, если бы они пришли и сказали, отец, вот что произошло, мы собираемся вот что-то сделать, скажи нам, пожалуйста, делать это или не делать, дай нам благословение или дай нам разрешение. Ничего этого они не сделали. Пошли и всех вымивали. Отсюда следует, что они были обязаны, так следует из Раши, были обязаны взять совет у отца. Не только потому, что он их отец, но главным образом потому, так добавляют все наши мудрецы, что он был мудрец Торы, Равин. Вот сегодня есть наш урок. Вопрос Равину. Насколько это серьезная вещь? У нас под экраном, если вы смотрите сейчас на экран, а еще этого нет, это как будто вывешено, как будто вывешено, будет анонс, будет написано, что тот, кто соблюдает Тору, обращается к Равину с вопросами, советуется с ним. Это обязательное правило. А тот, кто не советуется с Равином, не обращается к Равину, но того нельзя назвать соблюдающим Тору. Что бы он ни делал, пускай он учится, пускай он соблюдается остальные заповеди, нет у него Равина. Нет у него такой возможности, значит, ну что ж теперь скажем. Значит, у него нет возможности быть евреем. Как найти себя Равина? Это тема такая большая, немаленькая. Но здесь проблема ведь не только в том, как найти себя Равина, с которым нужно советоваться по серьезным вопросам, мы над этим сейчас поговорим. Но еще тема в том, нужно ли это делать? Многие считают, что не нужно. Да мы и сами сообразим. Ну, жили же мы до этого и жили. Когда мы приходили к Торе, сделали Тшуу, возвращение к Торе, мы были не религиозными евреями, сейчас мы начинаем соблюдать. Сейчас начнем так соблюдать, что все увидят, какие мы религиозные евреи. Шутка, нет, серьезно, начинают соблюдать. Но если в самом начале сказали, а, так вы собираетесь ходить к Равину, и всю жизнь будете ходить к Равину, и всю жизнь будете обращаться к Раву. Вот об этом бы надо было предупредить этих людей. Потому что жить самостоятельно, отдельно от юридского мира, отдельно от Равинов невозможно. Даже если вы чувствуете, что вы правы. А человек, кстати, чувствует, что он прав. Вот Шимон и Леви не сомневались в этом. А мы не даем им оценку. Предположим, мы сейчас не будем говорить, правы или не правы. Не посоветовались с Яковым, стал Медхахам, с мудрецом той эпохи, а поэтому они были именно в этом не правы. Об этом написано в Медраше. Медраж – шмот раба. Мы читаем Берешит. Есть Медраж Берешит раба, шмот раба, во икра и так далее. Вот в этом Медраше – это шмот раба. Там так написано. Когда евреи стоят, даже не так, там так написано, судя по интернету, так прочитаем, правильно. Вот когда евреи выстаивают, выстоят, когда они преодолевают все трудности. Когда у них есть старейшины, то тогда они и стоят. Ибо тот, кто советуется со старейшиной, а именно с мудрецом Торы, там написано «заканим», тот не упадет. Тот стоит, выдержит испытание, нужно стоять. Если он советуется, тот не упадет, а именно одолеет препятствие, перед которым он стоит, и выдержит это испытание. Так написано у нас в Медраше. Есть еще один Медраж – во икра раба. В 11 главе там написано. То есть, это на книгу Войнкра. Здесь Медраж – раба, но берешит раба, но мы сейчас к нему не обращаемся. Сказал рабе Акива, еврейский народ подобен птицам. Вот такая старая известная вещь. Как птицы не могут летать без крыльев, так и евреи не могут выжить без своих старейшин, без своих мудрецов, за на такого вторы. Вы слышите, не могут выжить. И поэтому, если мы не будем ходить к мудрецам, ну, так какие же мы с вами соблюдающие, евреи. Все это, кстати, начало такое было и кое-какие истории. Мы об этом говорили в цикле «Еврейское поведение», в нашем цикле, ровно пять лет назад. Ну, значит, где-то в ноябре, а, в конце ноября, или в начале декабря 2009 года. О, как время бежит. Уже история. Так вот, Мэйри заметил на это выражение, рабе Акива, которое сказал рабе Акива, что еврейский народ подобен птицам. Те не могут летать без крыльев, и крылья – это не что иное, как намек на наличие у нас мудрецов-туры. Мэйри так сказал. Иногда человек без всякого… Вот это важная вещь. Иногда человек без всякого постороннего совета справляется с какой-то проблемой и начинает думать, ну, справляются же люди с проблемами. И начинает думать, что сам по себе он справляется с проблемами. Советчик – он сам себе советчик. И это очень опасный путь, пишет Мэйри. Рано или поздно, рано или поздно, 100%, не 80%, не 20%, 100% он приведет к неуспеху. И чем дальше человек пойдет по этому пути, надеясь на самого себя, умный человек, нобелевский лауреат, что угодно, то он может прийти к неуспеху. Бывают же неуспехи в мире. Почему? Потому что если ты посоветовался с Равином, даже если ты посоветовался с Равином, пишет Мэйри. Затем в такой ситуации надо пойти к нему снова. Вот что сказал Мэйри. Посоветовался, он теперь тебя научил. Ибо повторение ситуации не всегда требует повторения тех же действий. Поэтому каждый раз советуюсь с Равинами. Ой, это я сегодня, когда готовил этот урок, есть у меня тут несколько замечаний, называется «От себя». И вот одно из них, это «От себя» такое очень важное. История была очень простая. Я сидела и готовился к этому уроку. Потому что моя жена с работы. И я ей говорю, что я сейчас готовлюсь к уроку. А вот тут у меня заодно рассказик маленький. Я его не записал, потому что он был уже очень простой рассказик. А давайте я вам сейчас расскажу. Не собирался записывать. У одного человека был паралич лица. Молодой человек. Ну уж совсем его всего перекорежило. И пришли к Раву Каневскому, Якову Каневскому, и спросили, в чем дело. А он сказал, этот бороду давно сбрел. Ну, лет пять назад я сбрел бороду, потому что у меня там была работа, банку находил. И он ходил без бороды. Религиозный человек. Лучше бы он ходил, с самого начала бы брел ее. А уж поскольку ходил, так не важно. Были причины, по которым я этот рассказ не взял, чтобы вам рассказать. Ну вот рассказываю жене, читаю я его. А Рав Каневский посмотрел и говорит, написано же у нас в наших книгах, в Талмуде, что украшение лица, мудрецаторы, это борода. Если ты, вот скажи, пожалуйста, да, у него был паралич яйца, и вообще была такая серьезная прогрессирующая болезнь. Он сказал, а мог бы ты, например, если бы тебе обещано было, что ты проживешь много, пообещать, что ты отпустишь бороду? Ты говоришь, конечно. Ты говоришь, ну хорошо. Вот сейчас ты пообещаешь, у тебя все будет в порядке. И он пообещал. А его спросили Рав Каневского, а почему, откуда все это сделалось? Он говорит, написано в наших книгах, украшение лица, это борода. И если человек лишается этого украшения, совсем мук, то на Неме реагирует на это очень простая вещь. Не нужно иметь прекрасное лицо, пускай оно будет перекореженное. А, у этого проблем у человека даже непрогрессирующая болезнь была. А, шедух, он не мог брак себе сделать, с семьей, потому что уж страшное лицо было. А если он начнет заботиться о своем лице, с точки зрения бороды, то все будет в порядке. Ну, а что же, Нас сказал, это пример не приводи, он не будет понят. Это такая история для людей, которые, неважно, не для самых продвинутых, в смысле, IQ людей. Тем не менее, она рассказана, Рав Каневский, это уважаемый человек. Мне эта история понравилась тем, что человек пошел к Раву Каневскому. И Рав Каневский дал ему совет. Мог бы сам догадаться до бороды. Я говорю, нет, это не проходит по мэри. Почему? Да потому что Рав Каневский не каждому человеку с искореженным лицом даст этот совет. Не с каждым. Он знает, кому дать. И это его вылечит. Поэтому, если я сейчас прочитал такую историю, и теперь я вижу отсюда, что мне не надо не ходить, как и мировин, там уже есть ответ. В этой истории написано 2х2,4. Зачем же мне теперь заново брать калькулятор и считать 2х2,4? В таких историях нужно что-то бороду отпускать. Не поможет. Почему? Да потому что две вещи. Первое. Равин знает, какие вопросы задать. И он знает, почему это случилось. Из твоих вопросов. Из твоих ответов на эти вопросы. А вторая вещь, может быть, самая главная, самая интересная, что когда он тебе скажет, а он тебе сказал, ты мне обещаешь, всё будет в порядке тогда, то небо в заслугу праведности и тор, которые выучил этот человек, этому человеку, мудрецу, будет дано, что? Будет дана реализация его слов. Как мудрец скажет, так Всевышний сделает, так небо и сделает, чтобы он зря не говорил. Такая у них награда у мудрецов. Поэтому к ним нужно ходить и советоваться. Да хоть, как написал Мэри, да хоть второй раз. То же самое произошло. Пойди снова с этим вопросом. Так написал Мэри, твой Равин скажет, что ж ты к ней пришёл в такой же ситуации, когда мы уже это решили. Ну, значит, пора или Равина менять, или можно ему намекнуть. А так у Мэри сказано, а где он сказал это Мэри? На Медраж Раба, 11 глава, на тему выражения Раби Акивы, который сказал, еврейский народ подобен птицам, у которых есть мудрецы, вы, господин Рав, и есть одно из этих крыльев. Поэтому нужно завести себе Равина. А ещё лучше завести себе такого Равина, который знает твою семью, твои проблемы. Поэтому нам, русскоязычные, надо обращаться к нашим русскоязычным Равинам. В принципе, многие из нас, живя уже по-еврейски, я уже есть 30 лет живу, мы ученики, они уже сами Равины, тоже обращаются к Равинам. Равин к Равинам обращается, кстати. Есть такое правило, тот, кто собирает, живёт на дзадаку, тот тоже дает дзадаку. Равин тоже, она должна обращаться к своему Равину. И только Гдолей Адор называется, самые большие Равины, которые уже просто по возрасту не к кому обращаться. И вот у них проблема, серьёзная проблема. Как сказал один из них, что он говорит, ну ничего страшного, я обращаюсь к Хофицхайму, он ко мне приходит, я с ним советуюсь. Все обстреляли на него, вроде бы литовские Равины, на каких сказки не верят. Что такое приходит во сне? Он говорит, я просто представляю, что он мне скажет, мне это помогает. Старый-старый Равин такое сказал в своё время. Примеры, известные мне людей, вот здесь в Израиле, по крайней мере, в нашей среде, в Иерусалиме, Рав Паличук, Рав Пантелят, Рав Грилюс, Рав Кушнир, Ашер Кушнир. Это крупнейшие, крупные Равины, вот, наших дней в Иерусалиме, по крайней мере. А в остальных городах просто Равины мне мало знакомы, но там тоже должны быть. Главное, даже если мы обратимся к Равину, который вообще с нашими проблемами не очень знаком, даже если он не знает ничего по-русски, ну, какой-нибудь из Швейцарии приехал, или из Италии, все равно общите ему в нескольких, ну, недлинных словах ситуацию, если нужно, он вас расспросит, спросит о деталях, попросите решение этой проблемы и браху, и решение, и браха. Вот так Всевышний сделает, как мы часто говорили. Но нужно уметь задавать вопросы. Как-то я эту историю тоже рассказывал. Сидим мы в синагоге, и человек пришел и разложил перед началом субботы за полчаса, за сорок минут есть столы, есть стулья, и он разложил, открыл книги, сидуры, он их открыл и разложил, занял все эти места. Теперь сюда никто не сядет. Человек занял эти места. Кто-то спросил его, можно ли так сделать заранее. Тут есть несколько правил, которые не просто так разрешают это сделать. Каждый может занять одно место для себя. В принципе, это может он прийти. Не на всю жизнь занимает это место. Но для других, я приду и займу два ряда для своих. Так не делается. Я говорю, так не делается. Как-то я рассказал об этом законе. Я спросил, вообще-то можно ли так делать? А он пошел к равину и спросил, можно ли так делать? Тут ответил, что да, конечно, а что случилось? Не запрещено. И он продолжал. А надо было бы спросить не так. Надо было бы спросить, а Раф так делает? Раф скажет, нет, я так не делаю. А Раф может так поступить? Раф скажет, нет, можно, но я не поступлю. Вот это будет вопрос вопрос Равинский, ответ Равинский. Пошел этот человек и спросил, сам Раф так поступает, не дай бог, Халила. Это и был ответ на корректно поставленный вопрос. Тоже нужно уметь задавать вопросы. здесь у меня еще одна есть история про Рафа Каменецкого, Яков Каменецкий, это американские равины. Он давал советы людям, которые к нему приходили, их было много, это одна из его равинских работ. В принципе, любой равин, если он работает в равинской части, у него есть община, он и обязан давать ответ, он не может сказать, я устал, бывает и такое тоже, но главное, что это его главная работа, работать с людьми, а не организовывать какие-нибудь там административные решения и быть администратором тоже важно, но главное совет, давать совет людям. И приходили к нему, но иногда он не давал, молчал, выслушали, то ничего не скажешь. Вы спросили, Рэбби, а почему так? Вот этим пятерым советы были даны, ответ был дан, а этому нет. Ученики его спросили, домашние, он ответил, когда я вижу, что ко мне пришли не за советом, а за тем, чтобы я согласился с тем, что он уже решил, что он уже постановил сам себе сделать, в таком случае я молчу. он интересный, я ответы себе давал неожиданный, много историй с этим связаны. К нему пришли однажды два компаньона, Америка, там все люди денежные, и с таким вопросом, как разделить вот тысячу долларов, или же заработали не тысячу долларов, но никак они их не могли разделить, потому что один участвовал, может быть, деньгами, а второй трудом, или еще что-то, или же нужно было наоборот распределить вклад тысячи долларов, в общем, разговор шел о тысяче долларов, он их выслушал и дал совет, послушайте, если вы и за тысячи долларов не можете договориться сами без похода к Равину, вот вам Равинский ответ, расходитесь, не будьте компаньонами, это Равка Минецкий, это не просто такая вещь, и все проблемы были решены. Так или иначе, переходим к нашему уроку. Новая вещь, которую я еще не рассказывал, вернее, история известна, «Помоги ближнюю», по-моему, назывался, или «Спаси ближнего», давно-давно написан был рассказ, не рассказ, а статья в моем блоге на эту тему, где есть несколько историй, и каждый из этих историй прямо стал мудо, один к одному, и каждая история заканчивается таким образом, откуда этот главный герой это выучил, такое поведение, он говорит, вот откуда, рассказается вторая история, потом третья, и так они переходят и дошли до Моша Рабейну, всего там было их четыре или пять, несовершенно неожиданный ракурс, истории-то известны, а вот ракурс всех этих историй я сейчас вам расскажу, и вы увидите, что немножко необычно, и относится к нашей теме, задать вопрос о Равине. Ряд истории, Рабан Гамлель, он был человек непростой, и вот однажды мне нужно было решить вопрос из Ибу-Рашана, называется, беременный год, устанавливать или не устанавливать в наступающем году, делать ли его високосным, то есть, добавлять ли к нему тринадцатый месяц, второй адар, и для этого он попросил, что завтра утром, рано утром, пускай семь человек из вас поднимутся ко мне, он в мансарде работал, альянс называется, в мансарде, и утром он встал, пришел туда, а там сидят восемь, и он сказал, того, кого я не, он пригласил их, определенных людей, завтра мы, вы семь, я восьмой, мы этот вопрос решим. Мне не пришло восемь, он даже вопрос не задавал, он говорит, вот тот, кто пришел мне по приглашению, пускай возьмет и уйдет. И Шмуэль Акатан, Шмуэль, один из известнейших, известнейших мудрецов этого круга, встал и ушел молча, взяв на себя, как бы эту вину взял, и написано в гемаре, что вообще-то это не он был не приглашенный. Кстати, Шмуэль Акатан, Шмуэль Акатан, это Шмуэль маленький, он был высокий очень. Мы рассказываем про него прямо сейчас, мы рассказываем, он у нас является одним из персонажей, одним из детства, учащих лиц нашего урока по гемаре Талмуду-Вавилонскому, Брахот называется, четвертая глава, и вот как раз вот сейчас идут эти уроки, где он в частности является одним из персонажей рассказа. Он составил благословение против ранних христиан, так скажем, против тех злодеев из среды еврейской, которые доносили на евреев, римским властям, и римляне нас казнили. И он составил благословение благословения. Добавили в Шмуэль Аэстре, в 18-е благословение, амид, да, в ту молитву, которую мы произносим с тех пор все время, там 18-е, он добавил 19-е благословение, и благословение работает. Он ушел, чтобы не обидеть прошедшего, и Гимар спрашивает, у кого он выучил такое поведение? Тоже странный вопрос, и обязательно нужно такой вопрос задавать. Сама же Гимар говорит, да он выучил это у Раби Хии. Раби Хия сидел на уроке у Раби, Раби Иуда, а, на Си. А Раби, у него была аллергия на запах чеснока, и он просил, перед уроком никогда не ешьте чеснока. И в тот день, когда он давал урок, никто чеснок не ел перед его уроком, а тут кто-то поел его, наверное, это было популярное блюдо, и Раби стало, ну, плохо или неплохо, он попросил, кто-то поел, выйдите, пожалуйста, и встал Раби Хии и ушел, за ним и другой ушел, там много чего ушло. Так или иначе, видите, то же самое им поступило, как Шмоли Акатан, чтобы не было позора тому, кого не приглашали, он ушел, Раби Хии, да? И поднялся Раби Хии и ушел. А утром встретил сын Раби и спросил, ты зачем обидел отца? А то, говорит, никого не обижал, обижать не буду, в общем, не я, я не виноват. Гемара сама спрашивает, но ведь он же, не он же елочный, почему он вышел? Ну, чтобы не обидеть. А кто его научил, у кого он выучил? И в Гемаре сказано, выучил у Раби Мейера. А что это за история у Раби Мейера? Дарья? История была такая. Раби Мейер давал урок. И там были ученики. Они учились. У него было хорошо, он был на уроке. Перед ним сидели люди. Раби, Раби, Раби Мейер не давал уроков, когда никого не видит. Если он не видел учеников, он их, урок он прекращал. Да, Раби Мейер? И пришла одна женщина на этот урок. И сказала, что вот так-то и так-то. Так получилось, что один из учеников, из ваших учеников, сделал мне кедушин. Что значит кедушин? Каким-то образом он женился на ней. Есть несколько способов. И она не знает, кто это такой, потому что это было, наверное, темно. И поэтому она не знает, что делать. Ей нужно или гет давать, или быть с ней вместе, как муж. Раби Мейер без всяких разговоров поднялся, взял листок бумаги и написал ей гет. И второй написал ученик. И все ученики так написали. А почему он написал гет? Нет. Но чтобы тот, кто сделал это кедушин, чтобы мне было стыдно перед учениками, перед товарищами, чтобы его не позорить. А так все сейчас написали. И поэтому он спас человека от позора. А гемар спрашивает, а кого он выучил? И гемар говорит, так он выучил от Шихани бен-Ихиэль. Был его человек, Шихани бен-Ихиэль. Вернулись евреи под руководством Эзры из своего Вавилонского плена. Вавилонский плен он длился 70 лет. И обнаружили, нашли, что многие из Верс-Исраэль, оставшихся в Израиле, те люди, которые не ушли в Бавель, в Вавилонию, они женились на нееврейках, на жён взяли себе и нарушив тем самым строгий закон. Так было в то время, сейчас я не буду говорить про параллель с нашим временем. И он поставил, что это было единственным раз в истории нашей, что все, кто взял жён неевреек из этих кананских народов идолопоклонников, идолопоклонниц, тому же самое страшное было, то нужно развестись, просто отослать их и народ принял это тяжёлое постановление, ну, хоть это тяжело, нам так и не поступили. И общее согласие от лица всех и произнёс человек, их руководитель, которого звали Шиханя Бен-Ихиэль. Он встал и сказал, что так мы и сделаем. А самое интересное, что он не брал жену нееврейку в жёны. У неё не было в браке с этими туземками. И что так написано к Тувим, так написано в книге Эзра, 10 глава, Шиханя Бен-Ихиэль из потомков Элаамам, был такой человек, тоже известный руководитель, сказал Эзре, когда он сказал, нужно, чтобы вы убрали идолопоклонницы своих домов. Он так сказал, совершили мы преступление против нашего Всевышнего, поселили у себя чужих жён из народов вот этой страны, но ныне от этого греха есть отчение у Израиля. Я взял, он просто перевёл с Еврита, так это было сказано. Заметили? Совершили мы преступление, он не совершал. А откуда, Гемара спрашивает, Толму спрашивает, откуда Шиханя Бен-Ихиэль это выучил? И сказано, от Яшуа. Яшуа, почему, потому что написано сначала, что за история была. Это когда евреи входили, только-только вошли после 40 лет блуждания по пустыне в Эрсканаан, Канаанскую страну, им было сказано, что Ерехо, город, крепость, которая стоит на границе, они переходили из Иордании через Иордан, реку Иордан, в этот город, что нельзя оттуда брать ничего, когда вы его завоюете. Некто человек по имени Ахан ослушался приказа и взял себе дорогой плащ от каких-то там французских модельеров и 200 шекелей серебра, а шекель и слиток золота в 50 шекелей, ведь и даже золото взял. Это была серьезная валюта, там валюта не рушилась, не падала, как банан с пальмы. Есть такие странные сейчас. И пошли евреи и на следующий город взять приступом и их разбили. 36 человек погибло. И было сказано, что Всевышний, так написано в наших книгах и в Торе, и написано в Танахе, в частности в книге Ашо, что поможет Всевышний им завоевать эту страну Эрдск-Канан, как помогал 40 лет ходить по пустыне, как помогал выйти из Египта. И вот теперь, как только было сказано, что мы погибли, получается, что Всевышний это не помогает нам. Город Ашо. А раз так, значит, мы что-то сделали плохое. А раз так, то мы вообще теперь ничего не возьмем, нас разрушат. Вся еврейская история уничтожается. Почему? Потому что мы вот прямо сейчас уже все входим в эту страну, пик нашей славы, и ничего не получается. И он обратился к жаркой молитве к Всевышнему, чтобы он сказал, в чем дело, и тот сказал ему, что совершен один грех. Но назвать имя вот этого Ахана Всевышний не может. Сами решайте это и бросайте жеребий. Интересно, что жеребий бросать в страну, Всевышний же поможет, да? Какое племя было, какое колено жеребий вышел на такое-то колено, потом на какое семейство, потом на какую маленькую семя, на какого человека. Ведь все это Всевышний не показал при помощи жеребия. Так или иначе, он сам бы же это сказал. Нет. Всевышний так сказал. Не проси меня, чтобы я тебе назвал имя преступника, потому что я не доносчик. Слышите, назвать имя уже не доносчик. Показать пальцем тоже донос. Так вот мы отсюда учим, что нельзя быть доносчиком. Так или иначе, Яшуа как сказал? Он упал на лицо свое, а ему, это книга Яшуа, седьмая глава, он так сказал, встань, зачем ты упал на свое лицо, согрешил Израиль. Ни одно конкретное лицо, ни один кто-то, ни один Ахан, а весь еврейский народ. Вообще-то мы можем учить отсюда, что все несут ответственность за всех. Все евреи несут ответственность за свой народ. А в грехе Ахана виноват весь народ. Но и здесь есть еще один урок. Совершил Израиль, но кто именно, ищите сами. Мы и совершили. И это мы видим из Иоашуа. Поселу владыка мира, кто виноват? Ответил ему, раздят доносчик, бросайте жеребий. Откуда мы учим, что надо, что мы все в ответе, что мы все можем сказать, мы это сделали? Ну, говорят некоторые, что это от Моше, которому Всевышний сказал, до каких пор вы будете нарушать? Вышли в субботу собирать вовший ман. Ман падал, ман, манна небесная, падал каждый день, кроме субботы. А вот некоторые люди пошли в субботу. И были, Всевышний обратился к Моше, до каких пор вы будете нарушать еврейский закон. И Моше это приняли, эти слова. Самое-то интересное. Это же просто замечательно. Моше Робейну мог спокойно, знаете, что сказать? Я не нарушал. Такое ли вы будете нарушать? Я не нарушал. Так вот, из того, что он смолчал, мы отсюда учим, что это называется, что он сказал, да, мы нарушили. Я как руководитель. Но сам это интересно не это. А теперь самое главное вот что. Послушайте. Главный вопрос его задаёт Рав Шулевец, стихот Мусаров, в книге своего Мусара, статья 14. Моаммар 14, да? И удалит. Почему правила спасения ближнего от позора надо от кого-то учить? Человеку сейчас будет позор. Ну, я могу ему помочь, я могу его спасти. Иногда даже ценой того, что я сам на себя возьму эту вину. Я не буду переживать. Я сильный человек, крепкий. Меня простят. Дети взяли эклеры со стола. Ещё не началась трапеза. И наши замечательные люди, очень сильные в Торе, но всё ещё иногда поведут себя, как их научили мамы и папы, которые были далеко от Торы. И пошла мама и сказала, дети, кто это взял эклер? Прямо точно слива, да? По рассказу Толстого. Вот чем отличается рассказ Толстого, Толстовский рассказ от еврейской истории. Послушайте. Кто это взял? Сейчас мы его накажем. Ну-ну-ну, не бери. Входит старший сын или папа? И говорит, вообще-то я взял. Папа взял. Ну что, теперь его будут ругать? Ну, посмотрели на папу. Даже в голову никому не придёт. И мама тоже не будет его ругать. Вот мы и спасли мальчика от этого позора. Возьмите позор на себя. Он небольшой. Так можно было бы догадаться это самому. Зачем папе? Нужно звонить раввину. Бежать куда-то. Это же очевидно простая-то вещь ведь. Не больше, не меньше. Рабшему левец говорит. Отсюда учим, что нельзя решать из своих соображений серьёзные вещи. Ну, не про эклеры на столе. даже если это естественно, сама по себе понятно. Вы прекрасно понимаете, как себя здесь нужно вести. Но не полагайтесь на себя в таких вещах. Почему? Потому что человек может привыкнуть и далеко зайти. И повторяю, как написал Мэри, ещё ни разу этот путь не кончался падением. Дай Бог, чтобы ещё мелкое поведение было, а то каком-нибудь крупной неприятности будет. Таких примеров очень много. Неплохой человек, умный, поверив в силу своего ума, своих рефлексий, своего сердца, он любит людей, начинает делать ошибку за ошибкой и в конце концов повредит людям больше, чем если бы он там вообще ничего не делал в самом начале. Поэтому советуемся по всем важным вопросам с раввинами и Торой. Именно с раввинами, потому что они учат Тору. Повторяю, но почему они умнее остальных раввины? Потому что учат Тору. Но если бы так, все бы учили Тору. А вот и нет. Не поможет. Так почему они умнее? Откуда мы сказали? Да потому что их совет будет действенно реальным и привет хорошему. Откуда вы взяли? Повторяю, Всевышний делает, как попросили, раввины. Он тебе даст совет, даст ответ, и это будет правильным решением. Ну и от себя я могу добавить, что вообще-то есть… А, я еще встречал недавно человека, который так сказал, а я с Всевышним советую сам. Он сидит каждый вечер после работы умный доктор наук, надевает кипу, берет Тору, читает ее, и думает. И такое ощущение, мне так рассказывали об этом, что он сам себе радуется даже. Вот какой я умный, у меня самого мыслей очень много, как Райкин делал, такое движение, да? Роится, клубится, ведь на каждое слово у меня очень много соображений. И так всякую Читору. Он думает, что научит Тору. Так вот, зачем мне нужно советоваться с раввинами, когда я поумнее раввинов, скажет такой человек? Я по крайней мере такой же, как они. Так вот, Всевышний-то, оказывается, разговаривает не со всеми. Ты думаешь, что ты советуешь со Всевышним? А Всевышний с тобой не разговаривает. Он разговаривает только с людьми, которые обращаются к нему с искренней молитвой. Он разговаривает только с теми, кто заслужил это своей праведностью, потворе, и своими усилиями в деле Тора. Он изучает Тору, он мудрец Тора, он праведник, мудрец. Талмит-ха-ха. Вот с такими он разговаривает. А у человека, у которого нет опыта в Торе, то Всевышний ему вряд ли поможет. Больше того, конечно же, поможет. Всевышний, мы так говорим, да, об этом, что он не просто сделал этот мир, он всё время им управляет. Есть некоторые правила, которые нужно просто нам узнать, законы, по которым управляет Всевышний этим миром, чтобы не попасть в просаг. А именно, очень простая вещь. Он учит людей на ошибках. То есть, человек учится на своих ошибках. На своих победах не учится? Тоже учится, но может дорого погореть. А на ошибках как учится? Он знает, что не нужно делать. Вот, если мы хотим учиться на ошибках, пожалуйста, у нас есть выход. Выбор. Два пути. Или идём к раввину, или учимся на своих ошибках. А ничего так получилось, нет? Рабаре. Хороший выбор. Ну, здесь ещё у нас несколько тем. Раф Дискин отметил, что я сейчас спросил совета и получил, совет получил, мы не пришли к Рау Каменскому, который вырукал, нет у меня, не знаю, на самом деле не знаю, бывает, что Ировин не знает. Он это делал всегда, когда мы помним, да, тебя только говорили, когда к нему приходили, что с уже известным ответом, Рэба, я хочу сделать так, это хорошо? Если Рэба скажет, нет, он, нет, нет, начинает уговаривать Равина, чтобы он согласился, как индульгенция, сейчас Равин, ну, делал, ладно, а, разрешил, значит, это считаем за богословение. или он сейчас молчит. Рав Дискин отметил, что спросил совета, получил совет, теперь обязан так поступить. Даже если не очень понимаешь, что этот совет означает. Пример, Иосиф приказал своему управляющему, у него был управляющий в доме, Иосиф вообще-то был номер один, человек номер один в Египте, древнем Египте. Фараон ушел от дела, ушел в какой-то там свой фараонский монастырь и занимался духовными изысканиями, а страной управлял Иосиф, и у него были свои управляющие, вот главный управитель дома, и мажордом, и пришли к нему братья, которые в нем не узнали Иосифа, а он узнал братьев. Мы знаем всю эту историю, да? И он сказал им, управляющему, чтобы он наполнил мешки братьев зерном, они пришли к нему за хлебом. А младшему, положив в дорожную сумку поверх зерна, вот этот серебряный кубок, кли, да, серебряный утварь. И управляющий, а Медраж говорит, что это был его сын Минаше, так и сделал. Написано, сделал, как сказал ему Иосиф. Вы мне извините, вы что-то понимаете, что сейчас происходит? Вот это вы, Минаше. Вот вам, Иосиф, ваш отец, говорит Минаше, смотри, что мы сейчас сделаем. Где их сумки? Вот лежат у нас в тенечке огромные сумки, переметные. Дай команду, пускай наполнится зерном, они пришли со зерном, чтобы им хватило. Ну, на год им хватит всем двенадцатью брать. Достаточно. То есть зерно есть. Огромные сумки. Может быть, даже по многу у каждого верблюдов, ослов, не важно. А вот этот вот, золотую, очень дорогую серебряную вещь, положи Бениамину. Ну и что, у вас не возникнет сомнения? Вы что, понимаете, что сейчас происходит? Бениамин не просил. Никто об этом не просил. Вещь, она принадлежит моему отцу, Йосефу. Сейчас ведь начнется очень интересная вещь. Сейчас, это засада. Сейчас мне же придется их догонять. Я скажу, послушайте, зачем вы украли этот кубок? Мне скажут, мы не украли. Это же можно заранее уже предугадать. Мы ничего не крали. И пойдем искать. Я подойду, я уже знаю, куда искать. Мне-то отец скажет, толку не ходи, пойди сразу к Бениамину. Открывает сумку, открывает сверху, прямо лежит кубок. Ну, хотя бы засыпал зерно, он положил бы вниз. Воры, воры. Раз так забираем его, а раз забираем его, а вы можете идти. А Бениамин будет у себя. Йосефу вообще продумал все, что будет. Так или иначе, это та вещь, которая уголовно наказуема. Провокация. И что сделал Минаше? Он должен был взять и сказать, пап, тебе так нельзя делать. Или объясни мне, что мне сделается. Пошел и сделал. Потому что Минаше был прекрасно знаком со своими дядьями, дядями, знал их праведность, поэтому приказ наполнения зерном он принял очень-очень спокойно. А когда сказал, что надо положить серебро туда же, это тоже было понятно. Потому что ясно, что отец хочет дать им подарки или еще, как угодно. Но когда отец сказал, что серебро нужно положить только одному из них, Бениамину, он не мог не понять, что тем самым, получается, сейчас будет огульное обвинение в краже и должен был не участвовать, не согласиться участвовать в таком задействии. Тем не менее, написано, сделал так, как он ему сказал. То есть, послушно выполнил волю отца и все закончилось благополучно. Вот Раф Дискин сказал, так мы должны слушать познавления наших мудрецов. Если даже мы будем задать вопрос мудрецу с просьбой объяснить его решение, для того, чтобы мы вообще понимали, что мы сейчас будем делать, и мы не очень-то поймем его объяснение, все равно придется выполнять. Разрешается спросить, почему? Но все равно придется сделать то, что сказал. И Всевышний всегда сделает все к лучшему. Почему? Потому что это же праведник, это же мудрец Твора. Почему? Еще раз надо спрашивать у еврейских мудрецов, а не просто у опытных людей любой национальности. Такой вопрос у нас возникает. И отвечаем. Санморский адмор на рабе Йоэль тотальбойм адмор и садмор. На слова Медраша сделал некоторые замечания. Сделал замечания. Рэб, садись с нами. Как замечания? Он сделал не замечания, он отметил кое-что. А Медраша рассказывает о том, что ребенок в жвате у матери. Вообще ребенок появляется в этот мир, он сначала в жвате у матери живет. Он видит весь мир от края до края. Так написано в Медраже. Я вообще не знаю, что это означает. Что это может означать? Рэб, видит весь мир от края до края. Что это означает? Он что, видит какой он вообще есть или в данную секунду? А потому что такое весь мир. Землю или, например, далекие галактики и темную энергию, и темную массу Вселенной. Что он видит-то? Написано, видит весь мир. То есть, он не будет задать вопросов. А второй знает все Тору. Так никто и никогда не знал. На уровне Моши Робейна. Почему? Потому что его обучает ангел. Ну, ангел обучит, так это действительно. Это вам не обучение во сне. Серьезное обучение. Он знает, как обучить. Это индивидуальный ангел. Как айпод, да? У каждого делает для себя свой инструмент. Ангел прямо для этого человека. Но при рождении, после зачатия, до рождения он его обучает, там идут уроки. Серьезно. Вообще, представляй, как еврейский же мальчик-то, он как он спорит, там шумеет. С ангелом они спорят. Хавру-то называется. Спор на двоих. Но при рождении ангел лишает возможность этого младенца увидеть весь мир от края до края. Ничего не увидит. И лишает его памяти Торы. Все. И забыл. Учил, учил и забыл. Так что тот заново будет Тору учить, если будет учить. И все время у него будет такое ощущение, как во всех науках этого нету, вообще ничем, что как будто он это знал. Ой, как здорово, это же я знал. Вот то есть Всевышний дает тебе ощущение знания того, что ты это учил. Он мог учить, учить, забыл, так забыл, все, учить заново. Я могу такой фильм сделать. Спокойно же можно сделать. В третьем перике перкетовод там так написано особой любовью любит Всевышний 14 мишно любит еврея. Почему? Потому что он людей человека. Он его создал по образу и подобию своему целому Локи. Написано и особая любовь у него проявляется в том, что он об этом дал знать человеку. Мало того, что он сделал целым Локи, так он ему еще и дал знать об этом. Человек мог бы не догадываться. Что такое? Образ подобия. много объяснений есть. Так вот это знание того, что тебя наделили подарком, больше любви. То же самое здесь. Мало того, что тебе дали видение всего мира. Кстати, вопрос ощущаешь, ты просто видишь, это не ощущение, это не самообман, что ты это все это учил. Даже те же самые выражения ты вспоминаешь, о которых тебе ангелы говорят. Рабари, у тебя есть такое ощущение? Вот ты учишь что-то? Ой, точно. Это же когда мне было пять месяцев в животе у моей мамы, эту сугью мы проходили там. Должно быть. У всех евреев так. Так написано. А вот будет он вспоминать Тору, будет учиться. Ну, с Торой понятно, он учит Тору, вспоминает. Зачем нужно было, у него было видение, он видел весь мир, он его как бы ослепил. А он не будет смотреть на этот мир и говорить, ой, да это я видел. Нет этого. Зачем там мне дальше рассказывать об этом видении мира? А здорово было бы, хорошо было бы увидеть все тайное, все тайны мира этого, что творится в мире, понимать ход событий, причину, результат, который будет впереди, предвидеть будущее, ну, быть пророком, это же здорово, ну, быть пророком, и вспоминать, ух ты, здорово, это же я умел делать, живать его мамой. Нет, ничего этого нет. Если ребенок лишился Тора и учит ее заново, то и умение видеть мир тоже ему незачем. Без Тора нет никакого видения. Вот о чем сказано. Он видел все и учил Тору. Перестал видеть, Тору забыл, и теперь он Тору вспоминает. Зачем проведение? А проведение то, что ты лишился этого. Почему ты лишился? Потому лишился. А что теперь нужно сделать? Учи Тору. Нету возможности понять, что происходит в мире, есть это неучи Тору. Вот о чем весь Медраж рассказан. Поэтому нет чего ходить к праздникам других народов, которые это может и очень умные люди, опытные индусы, сидят в джамалунгумах, китайцы, непальцы, или руководители других каких-нибудь странных сект. Умные люди, их так считают. Они хотят, чтобы думали, что они умные. А вообще, на самом деле, если серьезно умные люди, умные люди, к которым приходит профессор Гарварда. Я даже не знаю, к кому же можно пойти за советом о моей жизни. Психоаналитику он будет меня лечить. К психиатру он меня залечит. К батюшке я не пойду. Кому еще вообще можно пойти, кроме Равина? Ну, к опытным людям. У нас тут в деревне есть такой человек, который всем дает советы. А почему получается, почему он дает советы? Потому что есть опыт. Во-первых, умный, во-вторых, он опытный, опыт. И поэтому, может быть, я на этот топ-лягу и так хорошо мне получится. Не больше, не меньше. Может ошибаться? Может. Нет людей, не ошибающихся. Только Равины, Торы не ошибаются. Почему? Ведь он настоящий Равин. Да потому что он Тору учит, Всевышний с ним. Он ему не даст ошибиться. Вот о чем сказал сатмурский адмур раби иоль тотальбойм или тайтальбойм. Может так тоже говорить. Здесь еще одна история. Сегодня просто с женой тоже рассказывал. Пришли Крау Атья. Точно, Рав Атья. Почему? Я вспомнил его фамилию. Вот здесь вот тоже. Эзра Атья. Брат Йосеф. Сейчас в конце расскажу. А история сегодня такая была. Тоже я не хотел ее рассказывать. И мне лень было писать. Пришла одна женщина к кровати и говорит, что смотрите, уже пять лет я живу с мужем, ребенка у меня нет. Понятно, что она не за советом пришла, что нужно делать. Делать, что делали. Но что с ребенком? Браху дай браху. Рав дает браху. Все зависит от того, как рав дает браху. Все зависит от того, как я эту браху понимаю, принимаю. Потому что есть случаи, когда лучше бы и хорошо, что ребенка нет. Есть такие случаи. И в еврейской истории, в Танаке тоже. Да? Мы знаем об этих случаях. Просил, просил. Лучше бы и не просил. О чем и плакала Ривка, когда у нее начали бороться два человека у нее в животе. И она пошла, спросила, сказали, там два народа, и один с другим будет бороться. Всю жизнь будет бороться. А, там неправедники. Один значит будет еврей, второй не еврей. Так лучше бы я не молилась. Она много лет молилась о том, чтобы она, ее муж Ицхак, наши братцы, молились, чтобы дали ребенку. Она сказала, ух, лучше бы я не молилась, лучше бы у меня умереть. Видите, поэтому, когда человеку не дано дать ребенку, значит, ну, такое испытание у нее, тяжелое испытание. И в то же время, или одного ребенка. И в то же время, все к лучшему. Обидно и очень жалко, когда все радуются маленьким детям. А у меня, не дай бог, нету. Это тяжело. Ну, так в мире много есть вещей. У каждого человека есть такой минус, который только у него минус-то. А у остальных, хорошо. Одного, рост маленький, все остальное изумительно. Жена замечательная. Мой друг в Канаде. Так получилось. Удар был по позвоночнику в детстве. У всех нормальная спина у него. И живет-то нормально. И отношение к миру нормально. То есть, нельзя говорить, что, ой, я несчастный. Ну, нельзя все свои минусы вылечить. Один человек падает в депрессию. Третий еще что-то, одолевает какие-то вещи. Вот никого не одолевает, а меня одолевает. Тоже нет этого. А раз этого нету, то не надо считать себя попавшим в тяжелую ситуацию. Ну, к краюну можно сказать, эта женщина пришла к краюну и говорит, Рэба, пять лет у меня нет детей. Может, тебе положено вообще ребенка? А он ее возьми и спроси, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Йона. Красивое еврейское имя Йона. Раф-Антия, он сифарских евреев, он аж ахнул. Я не знаю, как вообще-то история в деталях, а самое интересное, в деталях всегда. Но, каким-то образом, так было написано, что он сказал, но это же не женское имя-то. В еврейском народе Йона, сейчас все может быть что угодно, хоть тюрлюлю. Сейчас такая эпоха, когда задают любые имена. И Йон, это еще минимальное из чудачеств. В 30-е годы самые большие чудачества были. Моя любимая подруга, так можно сказать, которая старше мне лет на 20-30, из предыдущего поколения, и вообще зовут Зоря. Ой, замечательная женщина. То есть, имя, оно страшно ничего там нет. А евреи очень любили такие имена давать. Эльвиноры, Эльмиры, Одиссабебы, чего только не было. Ну, так что Йона не самый страшный случай. Йона – это голубка, голубь. А он возьмет и скажет, «Да я не против этого имени». Сейчас мы уже завершаем, да, через 20 секунд. Я завершаю через 20 секунд. Я не против этого имени. Но дело в том, что оно не женское, оно мужское. На небе смотрят вниз, видят, что здесь у нас есть Йона, Йона – мужчина. Конечно же, не будет ребенка. Попробуй-ка имя сменить. Видите, далеко же не надо ходить. Он не спрашивал, никаких других вопросов не сдавал. За какую-то твоё прегрешение или там что-то в жизни сделала такого, чтобы у тебя не получил ребенок. Сейчас мы поменяем это. Может, нужно мезузу проверить. Всё может быть. Целая книга вышла у нас на эту тему, я её переводил в своё время. Смеку нужно ходить более регулярно, то есть, не пропуская никогда. Всё может быть. Он сказал по-другому. «Иди и поменяй имя, пожалуйста». Он поменял имя и, как они говорят, через неделю родился нормальный ребенок. Такое тоже могут написать. Напоследок, та же история Раби Эзра Ате. Он был лидером Яшивы здесь, в Иерусалиме. Сейчас находимся, судя в Иерусалиме, Паврат Йосеф. И в Яшиве все поступали, как Раб сказал. Он был тихий, очень тихий, скромный человек. Сказал, так и делали. И задавали вопрос, получали ответы, и все строго придерживались. Если кто-то, так, сами мальчики это знали, что если кто-то его не послушает, то вместо брахи придёт клала, проклятие. Кому это надо? И вот там один ученик, который вообще-то назвал, что-то проклятие, не проклятие, ну что вы, как суеверие какое-то у вас здесь. И на каждый совет Рава, который он приходил с вопросом, Рав давал совет, решение, он себя спрашивал, почему? Ну, тут терпеливо ему отвечал, вот почему, так написано, то-то, то-то, почему не рассказать. Но ученик упрямо ждал, когда Рав не ответит. Вот что он хотел. Так и однажды произошло, произошло, он спросил Рава, и тот не ответил ему без разъяснения, но не указал ему, где это написано в Талмуде или в Торе. Может, времени не было, может, вообще по какой-то другой причине, неважно. Тут ученик встал, с места прям сказал, почему? Рав вообще-то даже на это ему не отвечает, сказал, если нету мудрости, то нету тут и старости. Вот такое выражение. Есть такое пидгам, поговорка, никакой ты не старик, никакой ты не старейшина. раз нам не сказали, на что опирается твой ответ, нету мудресаторы. И Рафати тоже ничего не сказал. Через несколько дней этот человек заболел, простуда, сложила уши, нос, горло, потом нос, горло, освободились, уши, есть такие заболевания, не освободились, и он оглох. И тогда Раф, и все начали говорить, понятно, что оглох. Рафа достал, закричал, что он не мудрец. Раф начал молиться, чтобы тот выздоровел. Тот выздоровел через какое-то время, через полгода, год, и уже никогда не спрашивал Рафа, почему? Сам так объяснял. Если я спрошу, почему, то вообще-то ответа на этот вопрос я рискую не получить. Не дай Бог, я был уже глухим. Большое вам спасибо. Удачи вам во всем. Заведите себе. Рафа. Все хорошо. Шалом, шалом.